Да, Наташ, привет. Вчера я был очень загружен, просто до невозможности, не было меня. Каждый день планирую, что вот-вот освобожусь, вот-вот освобожусь и не получается. Ну, давай смотри, послушай, подожди, подожди, ну я всем, бывает там, может быть я кого-то пропущу, я вот сегодня вечером сяду, всех просмотрю, сейчас всем вроде отписался, абсолютно всех, еще раз просмотрел, ну и контрольное еще сделаю вечером. Значит смотри, не работает схема с тем, кто занимается недвижимостью за рубежом, в основном это какие-то компании, которые там, они сами предлагают, там Италию, Турцию, Анталию, Болгария, мне сейчас звонил прям на телефон. Если ты, если ты рассылаешь по недвижимости за рубежом, надо тех, кто находится в странах СССР, понимаешь? А если ты уже прям пишешь... Ты тоже понимаешь, я контакты взяла с сайта, который вот именно, московский сайт, там было указано. Ну окей, вот мне понравился, допустим, мужик с Сибири, вот он четко говорит, посмотрю сейчас в другом телефоне, может быть, он скинулся, он сам там тоже видео снимает, я видел, значит, он говорит, я занимаюсь 15 лет, я занимаюсь недвижимостью, я в Сибири живу. Понимаешь, Сибиряки это самая потенциальная для нас аудитория, они там в мерзлоте вечной, в холоде, вот, зарабатывают много, потому что работают в основном на нефть и газ. И они заинтересованы, у них всегда есть деньги свободные, они заинтересованы будут в Майами, заинтересованы будут в инвестициях в Америку. Поэтому ты можешь лучше на сибирских людей выходить, на сибирские агентства. Потому что я по-разному прошлась, на Украине как-то тут вообще очень грустно это все. Ну Украина большие города, почему? Киев надо, почему обрабатывать? Ну да, то есть смотри, я вот хотела рассказать, просто я там прошлась по сайтам и вот просто холодная рассылка, вот того, что я рассылала, она дает, допустим, я 100 сообщений разослала, ответили мне только 5, допустим, это все. Теперь смотри, я нашла сайт, где указана почта и номера телефонов. Я решила попробовать таким образом, там же есть мобильные телефоны, нахожу человека в Вайпере, если он есть. Я ему пишу, вот, это А, и нашлась конкретно, что именно зарубежная недвижимость. Вот, я пишу ему, то есть вы занимаетесь, да, занимаемся там или, ну, по-разному пишут, но пока как бы положительно. Я пишу вот, что мы такая-то как компания, ну вот, ищем партнеров, я уже прямо пишу, что ищем партнеров, у нас есть хорошее предложение для вас. Вот, я так прошла, несколько человек, они, в принципе, согласились, бросили мне свою почту, куда я им отправила предложение. Может быть, писать им заработок, написать им заработок 2000 долларов в месяц, как-то так заинтересовывает. Ты знаешь, я поговорила, вот, Москва, не знаю, вот у меня был разговор с Санкт-Петербургом, там, с одним, молодым человеком. Так он, значит, мне говорит, что, значит, он начал 5%, это неинтересно, я зарабатываю 30-40% на местной недвижимости. Я уже ему говорю, вы же поймите, я говорю, вы зарабатываете 30-40% на местной недвижимости. Я ему говорю, ну, ну, в рублях, я говорю, так заметьте, вы же зарабатываете в рублях, это что, говорю, уравняется той сумме или нет? А как риэлтор даже в рублях может зарабатывать 30-40%? Это идиотизм, такого быть не может. Все риэлторы в России работают максимум под 5%, это максимум, в основном по 3%. Мы занимались недвижимостью много лет в России, нашей компании, и я с этими риэлторами всеми общался, потому что мы строили, а они у нас покупали. И мы платили всегда 3%. Да, вот такое было, но он... Ну, это человек тебя обманул, могу так подытожить. Ну, не знаю, я им там с ним поговорила, но он сказал, хорошо, я подумаю, посоветую с коллегами, там, то и это. Ну, вот я вообще просто вот за последнее хотела рассказать, то есть я, смотри, как пишу. То есть они мне, вот все, с кем я пообщалась именно по зарубежной недвижимости, ну, это Москва сейчас идет, я там несколько человек взяла, они сказали, да. То есть я сказала, что я информацию отправила на почту, но в подробностях, ну, там, какие подробности, и дала твой вайбер, чтобы они с тобой говорили, так? Правильно, ну, правильно, да, да. Ну, ты знаешь, вот смотрю по вайберу, ну, то есть у кого-то нет вайбера, там. Ну, ватсап есть. Нет, там на сайте, ну, то есть... Нет, так может тебе тогда просто звонить им? Там, в Россию. Ну, я, ну, какие проблемы, я же тебе заплачу за это, что, это же там не дор. Ну, а ты там, скайповский какой-то тариф, ну, поищи дешевые звонки в России, какая-нибудь IP-телефония, все это можно отладить. Ясно. Так, слушай, ну, давай я попробую вот так вот, ну, там я еще прошлась, там есть, что вообще, как бы, городской номер, почта, я уже на почту отправила то предложение. А ты работаешь с утра до вечера этим занимаешься? Я? Да. Да, ну, ты же видишь, вот... Ну, просто эффективность пока слабая, понимаешь, если будет такая эффективность, я тебе заплачу за эту неделю, и мы с понедельника закроем это дело. Вот, понимаешь? Ну, смотри, потому что, я вот почему говорю, что эффективность слабая, почему, потому что, ну, почта, кто читает, кто не читает, вот, ну, я уже так пообщалась, смотрю, как-то, ну, вообще нет. Давай я попробую вот этот метод через вайверы, почту. Потому что, если вот просто на почту отправлять, я же говорю, я отправляла, вообще какая-то нулевая практически эффективность, что-то нет. Знаешь еще, кто интересен тоже? Это публика, которая интересуется вообще недвижимостью, да. Есть там разные люди, которые, ну, типа бизнес-тренеры, не хочу их характеризовать, у меня очень так специфическое отношение ко многим из них, там, типа Рождественского, там, и других, да, вот, которые про недвижимость рассказывают. Вот, я не хочу, как бы, их комментировать, но хочу сказать, что у них есть публика вокруг их окружения, да, которые там у них подписчики на их Инстаграмы, на Фейсбуке, на ВКонтакте, которые интересуются недвижимостью. И, может быть, тебе стоит, вот, им писать, да, то есть, напиши там инвестиции в недвижимость в Ютубе, посмотри этих бизнес-тренеров, вот, и зайди к ним, к ним в социальные сети и пиши им, их, друзьям. Я думаю, что это будет эффективно. Ну, в Фейсбуке там сложно, потому что там, как бы, надо, если он у тебя не... Там нужно добавлять сначала... Да, сначала в друзьях, а ВКонтакте можно, ну, ВКонтакте пиши. Я тебе просто скажу так, вот, у нас сейчас, допустим, сегодня я разговаривал с парнем, он, как раз, через, я делал какое-то видео про Рождественского, да, вот, и он увидел это видео, потому что он интересовался Рождественским, и, вот, принял решение, как бы, пришел к нам и стал инвестором по арендным квартирам. Вот, поэтому вот это тоже публика, которая, как бы, интересна, я считаю. То есть, у них там большое количество, я смотрю, не помню остальных, этого я просто запомнил, потому что сам думал, там, маме брать квартиру через него в Сочи, но не договорились, не понял, как они работают. Ну, окей, не обсуждаем их, говорю просто про то, что есть у них публика, которая интересуется. Ну, это понятно, я, в принципе, я делала в Фейсбуке, там, в группах, вот, недвижимость и объявление, вот, вот, твою картинку твою выставляла, ну, как бы, так. Наташ, понятно, что результат пока нулевой, поэтому давай так, или выходные тогда, наверное, верстывая сейчас это все, вот, я тебе сказал, тебе дал еще одно направление, даже два направления. Ну, это я просто им отправляю, там же, видишь, внизу написано, что смотрите мои видео, напишите в поиске в Ютубе, русская Америка, инвестиции в недвижимость, там выходят все мои видео сразу же. И просто им скидывая этот линк, и они будут видеть сразу, потому что я им это делаю я в итоге, понимаешь? Вы видели мое видео? Нет, не видел, я вообще не знаю, я вообще, как бы, хочу понять, кто вы такой, вот, у меня, они мне пишут, понимаешь? Ну, так я говорю, посмотрите, посмотрите, изучите, то есть ты должна как-то бы как-то их готовить к этому, чтобы 30 человек было, ну, окей, пускай из 30, ну, 25 будет подготовленных в день, понимаешь? А так я, получается, с ними начинаю переписываться, ухожу, там, на 20 минут. Я тоже понимаю, что это не то, что, да, они пишут. Ну, это работает, Наташа, это работает, понимаешь? Это и по франшизе, как бы, и по франшизе продолжает, ты получила деньги, кстати? Да. Ну, все, вот видишь. А с Назаром я так и поняла, что он там. Назар, ну, ты же видела, я записал даже видео. Я записал с ним видео, он пока еще плавает в облаках, но, ну, как человек он нормальный, то есть он понимает, есть такие, что плавают в облаках и не понимают, этот понимает, что надо ехать сюда, по-другому не двинется. Я ему сказал посмотреть там цикл видео вот с девочкой, которая стартап сделала, мы там с ней записывали много видео, она рассказывала всю, всю историю, как она деньги искала. Ну, сказал, свяжется, свяжется. Ну, пусть он не подумает, потому что я вот, ну, как, он, видимо, думал, что на Украине спонсор он идет, видимо. Хорошо, Наташ, надо, надо результат, please, давай. Или результат, или... По франшизе. Ну, ты тоже публикуй, раз это работает, твоя схема публикация этих объявлений, публикуй, продолжай. Ну, смотри, я публикую объявление, но я по городам вот выставляю, допустим, там на один город, там на 7 дней, и вот оно там висит, допустим. Ну, может, сработает, может кто-то... Я, кстати, вот один риэлтор, один риэлтор с Грузии, ты его нашла, вот, я ему предложил франшизу в Грузии, вот мы с ним через пару часов будем разговаривать. То есть, он говорит, я не знаю, у нас маленькая страна, вряд ли я найду вам инвесторов на Майами, вот, ну вот, а вот работа в США, это интересно. И я ему, он очень заинтересовался, он говорит, у меня офис есть, сотрудники есть, все. Так что, видишь, может из риэлторов получится франшизу кому-то продать. Ну, да. А Ташкент, вот то, что я писала тебе, там... Уходит куда-то в астрал периодически, я ему отвечаю, потом раз, он пропадает на день, потом что-то опять он пишет, но пока в переписке все. Ну, да, ну вот я его спросила, он говорит, ну, то есть, он занимается недвижимостью, ему интересно, в принципе, он... Ну, окей, если недвижимостью, я уже понял так, если недвижимостью не удается продать, я буду франшизу предлагать, пускай открывают филиалы. Я сейчас делаю сенсационное видео про статистику, ты не представляешь, какого... Во-первых, украинцы получают, то есть, вот уже опубликовали 2015 год, я ждал ее, я раньше делал по 2014 году. Больше виз начали давать, все говорят, визы не дают, визы не дают, полная ерунда, визы дают больше украинцам, чем давали в 2014 году. Вот, я сделаю статистику по странам и покажу рынок, объем просто. Да, Россия это где-то полмиллиона человек, полмиллиона человек так или иначе интересуется Америкой, либо визой, либо лотереей гринкарт. Вот полмиллиона, представляешь, работы сколько? По Украине, я думаю, это 1200-300 тоже, понимаешь? Поэтому объем огромный, поэтому можно им предлагать, если они не хотят недвижимость, давайте тогда открывайте филиал наш по эмиграции. Я, кстати, этому из Ташкента, я так и писала, но он что-то там... Ну, ты, да, ты... Я написала, я потом подумала. Там еще кто-то был из Ташкента, не помню уже кто, но это я с одним так переписываю. За франшизу я тебе еще процент заплачу, помимо зарплаты, не забывай, поэтому франшизу тебе тоже надо двигать. Ладно, Наташа, давай наверстывай за выходные, пожалуйста, и... Значит, смотри, я тебе тогда тех, которых сегодня, я буду... Те, которые там не в курсе, а вот те, которые более-менее в курсе, я буду сегодня тебе им разбрасывать. Хорошо, я там уже видел среди несколько... За два дня уже посмотрел. А с какого ты числа вышла на работу? Пятого. Ну, хорошо, давай, пока. Все, давай. С нами.